Славьте Господа! И вон благ, ибо во век милостивом. Просто трансляцию меня подпортили. Пришлось даже вырезать часть видео. Я думала, что наш враг это Россия. Или Путин. Или его система. Да. Вот хотела назвать грядущий царь во имя света, но не решилась так называть, как уже призывают в бой Захарова Мария. Она обвиняет Украину в том, что они агрессор. Они убивают детей и женщин. И это статью я почитала после того, как посмотрела фотографии очередных. Славьте наших украинцев. Я вам хочу сказать, что Ява продолжает свое руководство. Враг у нас коварный. Многих обольстил. И в последнее время он обольщает тем, что Путин призывал людей. Украину к примирению. То есть начал войну. А потом давай мириться. В принципе так в отношениях между людьми бывает. Зачастую. Сначала выразит какие-то свои претензии. А волшот тебя умирит. Распространит неправду. А потом давай мириться. О, почему ты не хочешь мириться? Ты плохой. Ты не хочешь мириться? А Бога нет. Бога плохой. Тот, кто не хочет освящаться. Тот, кто не хочет быть с Богом. Вот. А Мария Захара говорит. Вперед вместе во имя Света и с Богом, заключила она. Интересно, что такое во имя Света? И Света с маленькой рукой. Не знаю, кто пишет. Что это за имя Света? Кто это? Имя Света? Женщина Светлана. Ну вот, что попало? Ну, Библия вообще-то называется Светом Иисус. Говорится, что Иоанн пришёл. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Сегодня мне расшифровал Бог это Слово. У нас три раза была сирена. И третий раз, когда я выходила из убежища, я поняла, что Бог это тот, кто Украинскую мою Богу сподь. Бог, Богу сподь. Ладно. То есть расшифровка слова Бог, в украинском языке, это русское потому что. В украинском языке очень красненько. Бог дал слово очень красненько. Не потому что, а Бог. Просто Богу сподь. Вот такое сокрыто было понятие Бога. Господи, Господи, кто владычествует над нами, мы должны ему покориться. Всё через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. В нём была жизнь, и жизнь была свет в человеке. И свет в отнести светит. И тьма не объяла его. Тьма не объяла его. Ну и любому здравомысленному человеку понятно, что тьма. Война это тьма. То есть призывать во имя света на войну, это лукавство. Это ложь. Свет, тьма не может объять. Не может свет называться войной. Был человек посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он пришёл для свидетельства. И, кстати, не может называться и спецоперацией тоже свет. То есть в любом случае насилие это зло. И призывать на войну во имя света. Ну, во-первых, нонсенс. Сама формулировка нонсенс. Потому что если во имя света, то хотя бы свет напишите с большой буквы или... Тут, наоборот, тут можно сказать, что как бы Иисуса имя, можно сказать, свет. Да? Мы соль земли, мы свет мира. Свет мира. Те, кто разрушает жизни людей другой страны, соседней, это не свет мира. Это тьма. Ну, я хочу говорить здесь о сложностях. Сложный стих. Сложный стих, да? Мир не познал Бог. Не познал Его Сына. То есть то, что используется в фашизме, да, использовалось. В теории фашистов использовалось имя Иисуса. А это всё потому, что мир не познал Сына Божий. Не познал Бога. Потому что Бог святой. У Него есть десять заповедей, которые нужно выполнять закон, есть у Него. И кроме этого, Бог так сотворил, что отдался на свои руки грешников, злодеев, насильников, агрессоров. Чтобы показать, где свет, а где тьма. И поэтому я разрушаю планы дьявола на жизнь Украины, на жизнь нашего народа. Дьявол будет посрамной. И я благодарю Бога за всех, кто сеет истину. А истина в славе. Будьте благословенны. Все, кто любит Господь. Спасибо.